Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешим. Номер 1143. Событие дня. Эпиграф Ева 31-33. Если бы я скрывал проступки свои, как человек, утаивая в груди мои пороки мои, то я боялся бы большого общества, и презрение одноплеменников страшило бы меня. И я молчал бы, не выходил бы за двери. За 2 февраля 2019 года. Ну и объявление наше о том, кто желает помочь. Вот жена Дробот Анастасии Валерьевны, 42 года умерла. Четверо детей остались. Ну кто желает? Муж глухонемой. И вот ролики о том, как хоронили. То есть все здесь безобманно оказывать, просят тебе помощь. Вот тут доверили одному человеку. Загуляю в Галине Александровне. Затормозите и прочитайте, что тут есть. Сергей Агафонов пишет. Я маленько сократил его. Игнатий Тихонович, как бы им ни говорить и даже писать, все равно не принимают. Он комментарий пишет. Три года с ними общаюсь, а толку нет. А вы 50 и плюс. Бог меня поймал 4 года назад на интересе к тому, что будет в будущем. Я всяких гадалок смотрел в интернете, астрологов и прочую шушеру с НТВ. И все разное пророчат. Потом на сектанта попал. Он уже об апокалипсисе говорил. А еще через пару месяцев попал на ваши ролики. Так и узнал про все. Благодарю. У того сектанта свой канал на Ютубе. Он увлекался эскатологией и постоянно ролики выпускал на эту тему. Пару десятков роликов выпустил. А года два назад я ему скинул ваш материал на эту тему. Потом он ролик выпустил, что 20 с лишним лет ошибался. И начал объяснять все по материалу, который ему скинул. Вот так. Ну, тут пишет Раймонд. Мы переписываемся с ним. Он пишет латинскими буквами. Ну, тут все понятно. Сами считайте. Это всем где употреблять, что он успел научиться. Выписал книги. Сам в Англии живет. Работает, видимо, латыш в Латвию. Ну, и вчера, позавчера, Володя послал уже туда книги, которые он выписал. Заплатил за три тома и Нового Завета. И за истинное православие. С пересылкой 200 долларов. Все пересыл. По Вестерн-юниону получили, отправили. Ну, вот читайте, что тут написано. Я тут говорю. Про меня была большая статья написана. Ну, не. Районная там, как городская газета. Падом Ювента. Я жил, когда в Венсплсе. Она была у меня. Ну, на латышском языке где-то она у меня есть в архивах. Не найду. Я говорю, сходи туда, узнай. Ну, вот. И он говорит, что 10 лет в Венсплсе был. И теперь часто бываю. Ну, и где кто находится. Вот так. Я пишу. Статья моя была написана осенью 62-го или даже 63-го года. Напечатана. И там фото моё. И машины, грузовые номера. В подшивке библиотеки Венсплса, Латвия, должна быть. Статья была и на русском языке. Конечно же, негативная. Ну, он спрашивает. Можно ли спаси Христос, как я вышел? А спасибо нигде не говорит. Там-то, там-то, зато-то. Я отпечатаю. Не только можно, но и нужно. А слово спасибо должно раз и навсегда исчезнуть из нашего лексикона. И тому приучить детей, всех вокруг нас. Постные вами деньги. Получил 200 долларов. Следите теперь за движением посылки по почте. Получив, с книгами в руках сделайте 2-3 фото и мне вышите. Это по договору сразу было с нами сказано. Ну и дальше я показываю тут один ролик. Вот он. Поповское безумие по католическому обряду лжекрещения. Везде. И полное погружение нигде нету. В ладошкой это. В Греции, очевидно. И дальше показали ролик, где найти такого кадия. Кадия – это судья. Мусульман, как он идет, и сам вникает. Не то, что ему напишут. И везде обнаруживает обман. Рядом идут с ним помощники. Идут рядом стражники. Один хлеб там добавляет. Хлеб неточный. Вес неточный. И он ему говорит, что к воротам его тащите и гвоздями прибейте ему к уши, к забору. Ну и все. А потом он отвечает уже своему падишаху. Говорят, слишком строго. Он доказал, не строго. По-другому нельзя. Дмитрий. Средневековой Руси. Последование мовения мощей происходило как в виде регулярного чина, который мог бы совершать в любое время, в любом месте. Показали, как ноги, ступня отрезанная, полусгнившая. Водой ее поливают и пископ, а потом люди давят друг друга, кидаются и черпают. Ужасно смотреть. Но тащи на мовение, как вы считаете, и когда. Язык неохота даже ломать. Мертвецами занялись, а проповеди нет. Вот как омывают мощь, вода стекает туда, дальше хватает, говорит, пьют. Такое безумие. Там отзывы о нематершинные. Это побить вас не грех, говорит. Великую Пятницу в 1633 году. И потом мощит мощи святых в воде. Ужасно. Архидиакон Павел Олепский об этом пишет. Пять перстов, правая рука апостола Марка. Отрезали. Ну, трупопоклонники. Ужасно. Написано. Святые твои где находятся? В прах ты в прах возвратишься. Никакого слова на это внимания нету. Вот так. Собор, ну, закреплено, татабыще. Все, на проповедь нету. Сергей Астахов. Что и требовалось доказать, что ничего общего с православным верующением и Писанием этот чин не имеет. Благодарим за подборку. Роман. Сами недалеко ушли от такого неевангельского учения в том, что мы только болтаем здесь о грехах, а о том, как их преодолеть, не хотим знать, слышать, видеть и следовать услышанному, увиденному. Тоже не хотим. Оправдаем себя ложными словами, что якобы благовестовать может только Игнатий Тихонович и Сергей Козлов. Дмитрий. Роман, в таком случае напишите для нас тех правилов поведения участников этой группы. Некую, так сказать, инструкцию. И не будем друг друга раздражать своей болтовней. Вот я как раз сегодня только утром рано, вот и голубей выписал на прогулку. Вот они у меня вылетают. Вот, и кошек в это время посадил. Володя там занимается скорее опустить шторку, чтобы они не полетели, не попали на горящую, топящуюся печь. И вот, вот и переписка отойдет. И не будем друг друга раздражать своей болтовней. Роман, меня никто не раздражает в негативном плане. Я скорблю о вашей слепоте и глухоте. Игнатий Тихонович столько говорит всем о том, что все должны идти на благовестие в любом состоянии духовного роста. Потому что духовный рост бесконечен. Он никогда не прекратится. Блаженны нищие духом. Поэтому мы всегда должны ощущать себя бедными духовно. Но это не значит, что мы не должны исполнять его заповеди. То есть мы обязаны благовестствовать всем везде повсеместно. Валентина Сартистовна отвечает. Роман, слепой и глухой здесь у нас ты. Твои прописные истины давно всем известны. Тебе про Фому, а ты про Ерему. Борешься с ветряными мельницами. Дмитрий, так не так давно сестры попросили вас показать, как вы благовествуете. Роман, правильно вы говорите, что я борюсь с ветряными мельницами. Дмитрий, мы здесь болтуны по сравнению с И.Т. и Сергеем. И вы в том числе, Роман. Роман, у меня на двух каналах в Ютубе много роликов о том, как я благовествую. Я выкладывал ссылку здесь на один более качественный по картине. Дмитрий Т. Вы хотите на Игнатия Тихоновича? И в этом нет ничего плохого. Но вы не И.Т. Нужно искать свой ключик к сердцам людей, а не попугайничать. И.Т. такой уникальный лишь потому, что он настоящий. Яркий пример моим словам Сергея Козлов, который нащупал свою тропинку к благовестию. Нащупал он, рисовал икону, познакомились. Он говорит, а кого это мои иконы-то спасают-то? Я идолопоклонством подзанимаюсь. Выходит так. Ну и оставил это все и начал благовествовать. Семнадцать лет парализованно лежал. Роман, подражайте мне, как я Христу. Попугайничество угодно Богу, Евангелие. Слава Ему. Да и вообще, для того, чтобы достичь уровня, когда ты сам придумываешь способы какого-либо действия, надо сначала повторять то, как это делает более опытное. Так что очередное ложное оправдание бездеятельности в вопросе нашего всегдашнего благовестия. Вот Роман им ответил. Дмитрий, попугайничайте тогда дальше. Только разница в том, что когда благовествует ИТ, идет дрожь по коже с учащением пульса. Валентина, Дмитрий, оставьте его, пусть играет в одни ворота. Роман, как говорит моя мама о тех, кто плачет с дрожью в теле, крокодили и слезы. А мирские люди говорят про таких. Пожалел волк кобылу, оставил хвост да гриву. Евангелие говорит о таких дрожальщиках телесных. Ваши отцы гнали, убивали пороков и тем, что строите гробницы. Ну и дальше Роман говорит. Вот Виталий Калиников стрелял. Опять Роман жжет сердца людей. Роман, еще смешно, а тут плакать надо о грехах своих и умолять Творца. Слава ему, чтобы он помог нам, мне, сделать первый шаг, полюбить его и людей пожалеть. Дмитрий говорит, Роман, а попробуй опыт благовестия в щад рулетки. И ты один раз попробовал, как будто оттуда и не выходил. Попробуй обязательно, Дмитрий. К тому, чтобы ты как раз-таки и пытался нащупать ту самую тропинку к сердцам людей. А Валентина, чем больше мы участвуем в диалоге с Романом, тем больше повода у него писать глупости. Совершенно не понимая смысла сказанного ему. Роман. Оправдывайте свое бездействие по исполнению заповедей о всеобщем благовестии. То есть причина ваших слов в отсутствии любви к Богу, благодарения Святой Троице, и к людям, за которые умер Сын Божий, мир Иисусу Христу. Дмитрий. Роман. Вы считаете себя благовестником? Роман. Своей тропинки не существует. Горе мне, если не благовестую. Мы все благовестники по призванию нас Иисусом Христом. Хвала Отцу и Сына и Святому Духу. Дмитрий. Роман. Опираясь на ваше видео по сравнению с вами, я супер благовестник. Но только опираясь на ваше видео. Роман. Но мы, к сожалению, не можем подражать вам в благовестии, так как не видим и не слышим его. В отличие от моих роликов на Ютубе и моих слов здесь. Роман. Как сказал Игнатий Тихонович о моих словах здесь. Роман говорит правильно, но его слова занозистые. Евангельскими словами. Мои слова имеют соль для ваших ран, которых вы хотите скрыть от самих себя вашими ложными оправданиями. Бездействие на ниве всеобщего благовестия. То есть мои слова имеют занозы, которые попадают в ваши сердца, начинают теребить их. И это вам не нравится. Рахиль. Братья и сестры, призываю вас на молитву о нашем обречителе Романе, чтобы Господь нам наш помог ему очиститься от навязчивых мыслей. Роман. Мои навязчивые мысли, это в первую очередь обличают мое бездействие, а не ваше. Валентина. Еще и от бахвальства и самолюбования. Роман. Богу Евангелия, благодаря Отцу, Сыну и Святому Духу, не угодно то, чтобы я находился в бездействии на тему благовестия. Поэтому он не исполнит вашу просьбу. Словарь Рюшакова, занозистый. Это придирчивый. Надоедливый. Вследствие своих едких приставаний, чрезмерно требовательствий. Занозистый человек. Словарь Рюшакова. Надоедающий своими едкими и извительными замечаниями. Приставанием. Занозистый царикашка. Словарь Ефремова. Занозистый. Негладкий. Плохо выстроганный. Язвительный. Задиристый. При исполненной язвительности задиристости. Роман. Апостол говорит. Вам надо бы нахвалить меня. Если бы апостолы первых христианей и христиане в Сирии сегодня не были бы занозистые для сердества, тогда их бы не выгоняли, не сажали бы в тюрьму, не убивали бы. Дмитрий. Роман. Не в обиду, но благовестие и ты, и Сергей, по сравнению с вашим, это дискредитация благовестия. Роман. Я ничего против Евангелия-то противного не говорю православию. Так что вы получаетесь наглым хулителем Бога Евангелия. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И не любите людей. Рахиль. Заботая о братье Романе, буду молиться. Помоги ему, Боже. Дмитрий. Просто вы, сняв несколько десятков роликов, возомнили себя истинным благовестником и проповедником, копируя ИТ поведением. Но его духовный опыт нужно пережить, чтобы именно так благовестствовать и проповедовать. Рахиль. Ромочка. Ну, не может так быть, чтобы не услышал нас. Тебе надо сесть в строгий пост и молиться. Проси благословления батюшки. Роман. Может, вам сесть на строгий пост? Это вам надо. С молитвой тоже. Может, вы не слышите ни меня, ни Игнатия Тихоновича, ни Бога Евангелия. Хвалатцу и Сыну и Святому Духу. И не любите людей. Дмитрий. Уровень полемики Романа – это уровень русского такого мужика-дуболома. Не каждый так сможет. Роман. Вы хоть как-нибудь начните благовестствовать, проповедовать. Для этого не надо. Об этом уже много сказано. Не надо быть Игнатием Тихоновичем и не надо переживать его опыты для того, чтобы благовестствовать. Это сказано Игнатием Тихоновичем. Повторяю. А также написано и в Библии. Богом Евангелия. Ксения. Приехали с похорон Козлова как. Ну, и все дальше тут что было. Вот пишет Наталья. Какой хороший вопрос задал Никита и ты. Под каждым словом Игнатий Тихонович подписывает сто процентов. Истину глаголит. Виталий. Какой хороший ответ у Игнатия Тихоновича. Но мы все равно якобы оправдаем себя. То мы не священники, то мы не Игнатий Тихонович, то мы не Сергей Козлов, то мы семейные, то мы холостые, то я не я и шапка не моя. И хата не моя. Это вместо того, чтобы искать решение, это вопрос не в том, только чтобы говорить о том, какие плохие священники, мужья, жены, дети, родственники, неродственники, бесы, антихристов. Ведь решение всех вопросов в том, что мы должны благовествовать всем, везде, всегда. В том числе мы должны благовествовать плохим священникам, мужьям, женам, детям, родственникам, неродственникам. Тогда мы будем сотрудничать не с бесами, которые как раз только и говорят о том, что все плохо и не дают решения вопросов через благовестие. Виталий Трамп, друг Сиона В США 30 тысяч ересей христианских конфессий Сергей Птушенко Интересно, что в фильме «Матрица» Последний оплот человечества, город Зион Тот, что под землей был-то Виталий, у этих ребят все выверено Спят и видят Думают, построят храм И рай на земле настанет Проходили уже это Десять лет Владимира Михайлович Ну, это Патриарх Кирилл Гражданское имя То, что рвало Путина Десятилетия по местному собору Роман, мы думаем, что если мы не Игнатий Тихоныч, то с нас якобы не спросит Высощайший хвала Сына и Святому Духу За то, что мы не благовестуем или мало благовестуем Ну и дальше читайте Про Кирилла Я буду оставлять так Вот затормозите и посмотрите Они много говорят тут Пишет Как говорит Игнатий Тихонович У меня нет обязанности говорить о Магомеде Но у меня есть заповедь говорить о Христе Ну, все это правильно Макаров тут зашел Дорогой Игнатий Тихонович Пока мне очень плохо Сегодня было особенно плохо Голова ничего не понимает Сердце сильно болит Мне очень плохо без Сережи Храни вас Господь Очень больно, очень соскучилось Меня просто разорвали пополам Ксения Игнатий Тихонович тоже очень вас переживает Сережа ему как родной сын Татьяна, я знаю Я каждый день включаю его И Сережу слушаю Низкий ему поклон от меня Передайте, что Как мне больно и тяжело Татьяна Господи, помилуй ее Я ей говорил Представь, она Семнадцать лет Из комнаты в комнату К Сереже Она десятки раз в день заходила Вдруг Десятки раз заходит И одна пустота Ксения Когда Сергей думал, что у него рак И долго не выходил на связь А потом вышел И был на занятия Включил микрофон и заговорил Игнатий Тихонович плакал Так плакал, что было больно смотреть Он очень любит Сергея Молится о нем постоянно Обязательно передам Татьяна, я знаю Мы его тоже любим, Сережа Он для нас родной человек Лидия Муранова Из Америки После этого замечательного письма Стива, который он направил Хорошо бы послать ему последний фильм Приготовление ко встрече митрополита Это повод объяснить Стиву Почему ваша церковь выглядит как домашняя Сохранить чистоту Спасти от коррупции И так далее Только пишите, пожалуйста Небольшими порциями Чтобы не перегрузить Ну, я покажу Какой именно она имеет в виду Что Сейчас я зайду Вот к себе На этот Вот здесь у меня ответ Здесь вот отдельная папка Американцы Вот, американцы И вот вчерашняя Второго Он пишет «Дорогой Игнать, я просто хотел сообщить вам Что получил вашу статью о крещении Это в Америке У которой 14 детей Митчелл Я полностью согласен с этим Спасибо И, пожалуйста, продолжайте присылать мне статьи На любую тему, которая вам нравится Я рад, что ты учишь меня Это очень удивительная вещь Я уже верю информации Которой вы делитесь Я просто не знаю Писания отцов Поэтому я уверен Что Господь соединил наши пути Для какой-то цели О моем друге Юстусе Уолкере Он очень давно не общался со мной Он был очень опечален И недоволен тем Что я стал православным Он не понимает Что Иисус основал только одну церковь Одну И мы, люди, не имеем полномочия Основывать свою собственную церковь Он также видит большую часть Коррупции в церкви Это отгоняет его Я могу понять его борьбу Пожалуйста, будьте терпеливы с ним И, пожалуйста, молитесь Чтобы Бог мог привлечь его К истинной церкви Древней церкви Которую основал Иисус Христос спасает Брат Стивен Я отвечаю Относительно Волкера Юстуса Посмотрел несколько роликов Его бесед Вы только не обижайтесь на меня Дорогой мой брат Стивен Но хохот громкий у этого Юстуса Похожий на собачий лай Ясно говорит Что это в нем демон так рычит Он этого беста подхватил Где-то у харизматов У него глаза делаются Такими глупыми Во время этого дьявольска хохота Ха-ха-ха-ха Вот ролик Называется «Пять законов продуктивности» Давид Уолкер Видимо, отец его И особенность девятой минуты Хохот этого предпринимателя Не его хохот У него одержимость Ничего мудрого Христианского Не вижу ни в одном его ролике Легкомыслий бравада С дьявольским безбожным хохотом Похоже, никакой веры в нем и нет Ну и далее Места писания Нужно просчитать Иеремия 15-17 Лука 6-25 Ихристианство 2-2 7-3 7-6 Ефесянам 5-4 Чтобы не хохотали Исайя 21-3 И Яков 4-9 Иева 20-й глав 5-й 7-й стих Ну и еще Иева 21-й 1-11 И Сераху 21-23 Вот я показал Откуда и что взял А роман Ибо все в этом мире С романом тут опять сразились Они Вот посчитайте Тормозите Это тут кое-что повторение У него было Последнее Попробую Обязательно Говорит Борис Семенович Ну немало Мы все-таки тут Захватили Тот что-то Кто-то еще зашел Вот Зачем тут ролики Язычников Родноверов Это Сергей Тушенко Правильно Как влияет борода Ну не знаю Как тут и написано Ну что-то написано Можно даже включить Ну-ка Я это смотрел Кто-то говорит Что это Ну выдумка Кто-то говорит Не выдумка Но я начинаю Анализировать И понимаю Что наши предки Предки дураками Точно не были И Борода была Это самая Большая ценность Для Ну так правильно Все говорит правильно Пока оставляем его И надо узнать Какие у нас Ролики тут Вот Я сейчас покажу Андрей Сесинист Дальше Вот мой мир В него заходить надо Вот Григорий Гудин Что он может написать Вот снаружи А может ругается Ну открою Вот это вот Мой мир Очень люблю Здесь 22 тысячи С лишним Наших роликов Что просчитать Григорий Нельзя купить Нельзя купить Пока только Это Семь Толковые Толкования Состояния Добавлено Толкование Итого Три книги В пвердом Переплете С закладками Можно Я ему напишу Ответ Потом Слава богу Ни ругания Еще нету Вот Это разговор На английский язык Мы тут Показали Ленточный Вот Православный Порум Игнатия Лапкина 3283 День Ну и Наш канал Канал Я сегодня Поставил Опять Сколько Тут роликов Сейчас Подскажу 10 13 13 Тринадцать роликов Поставила А вчера Поставил 18 Вот так Приготовление К посещению Нашей общины Барнаулу Митрополитам Сергием Барнаульским Иваником Ну наверное Сегодня у нас Он и будет Вот Посмотрите Библии И дальше Православный Библейский Сайт Очень богат И много всего Заходите Богу Слава